Добрый день, уважаемые читатели! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова знакомит с книгой Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд». Данное произведение пошло в лонглист премии читателя 2022 года в номинации «Художественная проза». Всероссийская премия читателя – единственная в России литературная награда, присуждаемая писателям библиотечным сообществом. Учреждена Российская государственная библиотека для молодежи в 2015 году при поддержке Министерства культуры России и Российской библиотечной ассоциации. Премия вручается в номинациях «Художественная проза» и «Документальная проза». Авторам лучших русскоязычных книг по результатам анализа читательских спросов в библиотеках страны и голосования жюри, состоящего из читателей «Российский библиотек» в возрасте 18-35 лет. Гузель Яхина – это имя в России мало кто знал вплоть до 2015 года. Несмотря на то, что ее книги бы издавались приличными тиражами, но выходили они на родине писательницы. И только после выпуска романа «Золейха, открывая глаза», к ней пришла известность. К 2017 году книги ее издавались на 16 языках и расходились большим тиражом далеко за пределами России. Причина популярности в том, что Гузель Яхина пишет доступным языком о простых и понятных вещах, переплетая в своих произведениях мифы и историческую действительность. Гузель Шамильевна Яхина родилась в Казани 1 июня 1977 года в семье инженера и врача. Интеллигентная семья Яхина привела девочке с детства любовь к чтению классической литературы. Воспитанием Гузели занимались не только родители, но и дедушки с бабушками. Именно представители старшего поколения оказали существенное влияние на вкусы и увлечения Гузель. Один из дедушек Яхины преподавал немецкий язык после войны, а в свободное время вырезал фигурки животных из дерева. А вот литературный талант писательницы унаследовала второго деда, который часто рассказывал маленькой внучке сказки и собственные сочинения. В 1999 году Гузель покинула родную Казань и перебралась в Москву, пошла работать в рекламный бизнес. Работа отнимала много времени и сил. Сочинять первые рассказы она могла только на выходных. Ее первыми публикованными рассказами стали «Винтовка» и «Мотылек». В то же время начинающая писательница приступила к созданию рукописи, ставшей в будущем бестселлером «Зулейха, открывая глаза». Роман принес своей писсоздательнице такие престижные премии, как «Ясная поляна» и «Большая книга». Через три года после публикации этот роман был изынан на 20 языках, а вся ее проза переведена более чем на 30 языках. В 2018 году в Гузель вышел второй роман «Дети мои» о судьбе немецкой автономии на Волке, посвященной жизни учителя в сельской школе. Авторы снова отметили престижные награды. Писательницы дали третью премию «Большой книги». Третий большой роман писательницы Гузель Яхины «Эшелон на Самарканд». «Эшелон на Самарканд. Роман-путешествия». 1923 год. Начальник «Эшелона» Дивеев и комиссар «Белая» эвакуируют пять сотен беспризорных детей из Казани в Самарканд. Череда захватывающих и страшных приключений в пути, обширная география от лесов по вожжи и казахских степей к пустыням Кызыл-Кума и горам Туркмистана, палитра судьбы характеров, крестьяне-беженцы, чекисты, казаки, эксцентричный мир маленьких бродяг с их языком, психологией, суеверием и надеждами. Путь, который их ждет, будет долгим и судьбоносным. Гузель Яхина так говорит о своем романе. Эта история выстроена как географический миф и в чем-то его напоминает. Начальник «Эшелона» Дивеев по дороге вынужден совершать много маленьких подвигов. Сначала найти одежду и обувь для детей, потом пропитание, спецпитание для лежачих, молоко для младенца, лекарства. В итоге все эти поступки выливаются в один большой подвиг, спасение умирающих беспризорников. Кроме мифологической структуры, я постаралась нести в текст много человеческого тепла, потому что голод – главный негативный герой романа, а тепло уравновешивает его ужас. Моей задачей было рассказать о голоде так, чтобы это не превратилось в беспросветное чтение, чтобы роман можно было эмоционально одолеть, должна предупредить, что это нелегкое чтение. Предлагаем прослушать отрывок из книги. Глава 7. Трое. Самарканд. С крыши штабного вагона Девеев смотрел на каменное море, по дну которого пробирался поезд. На конца пути – сотня верст. Сегодня эшелон дойдет до Самарканда. В Ташкенте провели почти сутки. Девеев сам тормозил отправку. Все надеялся найти еще сотню белых рубах. Не нашел. «Ты пойми, товарищ», – сказала ему глава ташкентского гарнизона. «Право я не имею армию галять. Аккурат, через полмесяца зима. А солдатам моим этой зимой еще буря бека ловить. По горам, по снегам. Что ли прикажешь без белья? Детям твоим до целевого детдома с молочной кашей всего-то сутки катить. Уж как-нибудь докатят». «Да, докатят. Только четыре сотни останутся потом под крышей кашу эту молочную лопать. А одна сотня – на улице. И аккурат же, через полмесяца – зима. Девеев придумал достать мануфактуры. Сбегал на текстильную фабрику. Но фабрика-то лишь оказалась текстильной. А оказалась – чесальной. Там выдирали из хлопковых коробочек вату. Чесали волокно. А само волокно чуками отправляли в детский Ярославль. Был в милиции, в таможенном управлении. Чека не нашел. Не был во всем богатом Ташкенте сотни белья для бездомных детей. Для самаргантов – 90 верст. Сами беспризорники за время в эшелоне уже растеряли весь свой нищенский вид. Были отдраенные с сестрами до поросячьего розовости и выбриты до блеска. Уши прочищены и выскоблены. Ногти острижены. Язвы прожжены йодом. Словом, пупсы магазинные не дети. Только одеты по-прежнему. Лохмотья. Это рванёй не поддавалось латанию и стирке. Его нельзя было вывернуть наизнанку или перешить. Оно было сплошные дырки, нитки и несмываемая грязь. На фоне белых эшелонных хурбах. Казались вовсе одной грязью. Если бы не подлог со списками, Дивеев и думать бы не думал об одежде. Мало ли в каком тряпье детей в приёмнике сдают. Порой вовсе без всякого тряпья. Но подлог имелся. И лохмотья приблудящие просто кричали об этом. Может зря волнуется Дивеев. И заведующая в Самарканде окажется милая и доверчива, как Шапира. Привет всех и не заметит обмана. А если окажется как белая? До Самарканда. 80 вверх. Признаться во всём? Отписать в Казань покаянную депешу? Рассказать про сотню умерших в пути и сотню подобранных? Не выкинуть же их на улицу? Пристроят куда-нибудь. Пусть и не в целевой детский дом, поставленный на особостном женческий баланс, и больше напоминающий санаторий. А куда? Некуда. Нет в Самарканде других детдомов. Не дошли ещё руки у советской власти. Даже если не найдётся для приёма шикрова, неужели же пропадут в сытом Туркестане? А опытные бедбородяги и скитальцы? Каких поискать? Деревь провёз их через голодную степь, через мёртвые пески и горы, в край виноградников и рисовых полей. Провёз до холодов и снегов? Успел. Неужели же этого мало? Мало. До Самарканда 70 вёртвых. 60. Вкомендательный список книг, вошедших в лонг-лист премии читателей 2022 года, номинации художественной опросы. Спасибо за внимание.